Итак, в этом видео мы поговорим о локальных системах координат конечных элементов, о том, как они влияют на результаты расчета и о том, как их настроить в Африкат МКР. Итак, у каждого конечного элемента, неважно стержень это оболочка или объемный, есть своя локальная система координат. Она появляется в момент создания конечного элемента и может совпадать с глобальной системой координат, а может и нет. Пользователям LiraSapper хорошо известно, насколько важно знать направление локальных осей координат конечных элементов. Вот у нас две абсолютно одинаковые схемы, только в одной у нас усилпорядоченный, а во второй творится полный хаос. Если для эквивалентных напряжений направление локальных осей элементов не столь существенны, как видим результаты идентичны, то для нормальных напряжений все становится иначе. Результаты верны, но не читаемы. В Африкат, а точнее Калькуликс, дела обстоят точно так же. Вот две одинаковые схемы. Единственное отличие – положение относительно глобальной системы координат. Направление локальных осей конечных элементов совпадает с направлениями осей глобальной системы координат. Как видим в случае с эквивалентными напряжениями, направление осей мало влияет на результаты. А когда дело касается нормальных напряжений, например вдоль Х, все становится иначе. Допустим, для правой схемы для напряжений вдоль Х я хочу получить такие же результаты, как и в левой, не менее геометрии основной схемы. Давайте посмотрим, какие для этого нужно добавить параметры файл задачи Калькуликса. В Калькуликс есть два способа согласовать оси конечных элементов – прямоугольный и цилиндрический. Прямоугольное применяется, когда нужно получить напряжение вдоль конкретного направления, например, в деревянных конструкциях, когда нужно знать напряжение вдоль и поперек волокон. Цилиндрическое – когда нужно получить круговые и радиальные напряжения, например, при расчете труб и сосудов под давлением. Фабрикат пока нет способа визуализировать направление локальных осей конечных элементов, поэтому будем пользоваться воображением. Начнем с прямоугольной системы координат. Вот наш произвольно сориентированный конечный элемент глобальной системы координат внутри. Чтобы создать локальную систему координат, согласно инструкции нужно указать две точки – А и В, причем В обязательно не должны лежать на оси Х. Через точку А из начала координат пройдет ось, которая укажет направление локальной оси Х. А из точки А в точку В – ось, которая укажет угол наклона локальной плоскости Ху. Вот так, по идее, это должно выглядеть в пространстве. Теперь посмотрим, как это делается в кальку Х. Вот наша схема. Сейчас, как видим, результаты для нормальных напряжений по ХХ по считанным глобальной системе координат. Давайте повернем локальную ось Х на 45 градусов, чтобы она выстроилась параллельно этой грани. Удалим старые результаты. Идем в кальку Х. Нажимаем «Записать файл задачи». Далее «Отредактировать файл задачи». И ищем «Solid Section». Теперь создадим систему координат, добавив после материала следующую строку. Ориентация. Название системы координат и тип системы координат. Придумываем в системе координат названия. Далее в следующей строке через запятую пишем координаты точки А и точки Б. Теперь к набору свой «Solid Section» добавляем созданную систему координат. Пишем «Ориентация» и имя системы координат. Также нужно сказать кальку Ликсу выводить результаты в локальной системе координат. Для этого в конце в секции вывода результатов добавляем глобальное «Нет» к файлу с узлами и к файлу с элементами. Не забываем сохранить изменения и запускаем расчет. Посмотрим результаты. Теперь нормальные напряжения по XX посчитаны в нужном нам направлении. Теперь цилиндрическая система координат. Вот выстроенные по кругу конечные элементы. Согласно инструкции нужно указать две точки А и Б. через которые будет проведена ось, в которые будут направлены лучи, вдоль которых выстроятся локальные оси Х. Вот так, по идее, это должно выглядеть в пространстве. Теперь посмотрим, как это сделать в кальку Ликс. Вот наша схема. Сейчас нормальные напряжения вдоль Y посчитаны в глобальной системе координат. А я и хочу посчитать цилиндрической, чтобы они стали радиальными. Удаляем старые результаты. Идем в кальку Ликс. Нажимаем записать файл задач. Далее отредактировать файл задач. Находим Solid Section. И создаем систему координат. После материала добавляем строку, которую вставляем в следующий текст. Ориентация. Название системы координат. И тип системы координат. В этот раз цилиндрическая. Придумываем имя системе координат. Далее в следующей строке пишем координаты точки А и точки Б. Далее к набору свойств Select Section добавляем систему координат. Через запятую пишем ориентация и имя системы координат. В конце говорим кальку Ликсу выводить результаты в локальной системе координат. Для этого добавляем глобальное нет. К файлу с результатами для узлов. И к файлу с результатами для элементов. Не забываем сохранить изменения и запускаем расчет. Смотрим результаты. Теперь нормальные напряжения направлений Y в цилиндрической системе координат стали радиальными. И напоследок в одной расчетной схеме может быть несколько систем координат. Сейчас у нас нормальные напряжения вдоль X посчитаны в глобальной системе координат. А я хочу, чтобы ось X вот этого кусочка была повернута на 45 градусов. И напряжение считались вдоль наклонной грани, а не горизонтальной. Давайте так сделаем. Удалим старые результаты. Далее интересующему нас кусочку присваиваем свой собственный материал. Так как система координат привязывается именно к материалу. И обязательно запоминаем метку материала. Она нам дальше понадобится. Идем в калькуликс. Нажимаем записать файл задачи. Далее отредактировать файл задачи. Находим Solid Section. Вот интересующие нас метки материалов. Теперь создадим системы координат. Обе будут прямоугольные. Первая система координат будет совпадать с глобальной. А вторая система координат будет повернута на 45 градусов. Далее каждому набору свойств Solid Section присваиваем свою систему координат. Помним, что к материалу 001 должна быть назначена повернутая на 45 градусов система координат. Не забываем сказать калькуликсу выводить результаты в локальной системе координат. Сохраняем изменения и запускаем расчет. Смотрим результаты. Теперь нормальные напряжения вдоль X для каждого фрагмента схемы посчитаны в своей системе координат. Горизонтальный, горизонтальный, наклонный, повернутый. На этом все. Дякую за уважом. Пола рекомендатора. Продолжение следует... Корректор А.Егорова Продолжение следует...